Документы на машину 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 Мы считаем, что изрядно вон, находящийся. Касательно себя, надо начинать, касательно подобной ситуации, надо всегда начинать с себя. В частности, ГИБДД, инспекторы, которые проверяют сейчас, но они собой являют образец настоящего полицейского с большой буквы. Я думал, что это не действительно будет такого, что пьяные полицейские садятся за руль. Работают хорошо, по вашим словам. Вы, как депутат, не могли бы поднять, чтобы премировать как-то от района? И, соответственно, они будут еще более заинтересованы, чтобы безопасность в нашем районе была бы еще лучше. Вот лично ваше мнение. Я считаю, что надо примирать, для которых отличившихся сотрудников полиции, ГИБДД. Я думаю, с главой, главой МОЭ, главой Совета, отсюда мы просто поберемся в ближайшее время. Результаты, наверное, все, что это заинтересовало. Повторяюсь уже, на ребятах в ГИБДД и на сотрудников полиции, за них порой беременность. Побольше таких отделов, побольше таких человечественных, приличных, красивых, образованных, корректных, тактичных. Да. Когда начинались эти религии, я, как, наверное, и многие горожане, с определенной долей стептицизма относился к подобной работе. Но именно придание публичности всем этим процессам с вашей помощью, оно делает еще более легитимной, прозрачной и понятной работу. Люди видят результаты, видят, что эти вот ребята, которые, в принципе, все те же самые жители городов Никисепп, они просто вечерами надевают форму, они делают работу не для себя, не для галочки, не для нас. Это очень важно. Очень важно. И, я понимаю, освещая это все в средствах массовой информации, мы видим откид в населении, что народ понимает, для чего это делается. Прошедшие 20 лет, начиная с развала СССР, или там 90-х, сомнительно, к облику гаишника, Тель-Гибриджника, прицепилось крепко мнение, что это коррупционеры, взяточники, непорядочные люди, которые, то и дело, остановят машину с одной лишь целью, чтобы вымогать деньги, вымогать деньги еще. Так вот, каждым рейтом, шаг за шагом, подобным рейтом, ситуацию в местной отдел Гибриджника, врачи-цепиаре. То есть, доверие населения, или кредит доверия, становится намного более ощутимым и большим. И работа, я как говорил ранее, налицо. То есть, уже не видно обрушек, грязных, толстая, с большими животами полицейских, небритых, на грязных машинах, которые, которые ехали. Останавливая водителей, это будет лишь получить в них какую-то взятку. Взяток, ну, по крайней мере, я не знаю, как у ЕСЕП, где он пришел, как у других, но у моих знакомых, в последние годы никто не вымогает. И просто так, без нарушений, не останавливают и не наказывают за ерунду, так сказать. Все по делу, все по закону, все по порядку, все по углу. Вадим, вот скажите, все то, что вы сейчас сказали, это реально от души или вы просто хотите, может быть, приподнять ГИБДД? Многих ребят, работающих в настоящее время на ГИБДД, знаю лично. И делают это они, вот, мое мнение, от души, для безопасности, потому что у них так же есть жены, есть дети, есть родственники. И не дай бог, чтобы какой-нибудь пьяный чудак или идиот за рулем совершил ДТП и оборвал чью-либо жизнь. Спасибо, я готов сказать, думаю, меня поддержат много водителей, Кулагина Виталия Павловича, который своим примером является образец добросовестного, порядочного и настоящего сотрудника ГИБДД, представителя власти, представителя полиции. Чем больше будет Кулагина, ну, нарицательно, в стране, тем больше будет порядка. Я в комментариях писал на вашем сайте, что надо все-таки начинать с себя и выражал им огромную благодарность. Ну, и главное, и результат на выходе. Пьяных на улице, на дорогах стало много больше. А пьяные водители, я считаю, это плюс. Задавав операцию «Интрезвый водитель», будьте добры, водительский френдер, документ на автомобиль. «Интрезвый водитель» Ну, Здравствуйте, Дорожный поток на улице, помню мою, районный. Колblesи эту слову здесь прибывать. У нас ждут ребят на арендованном участке. Когда пересекли границу? Час обратно. А как вы границу без документов на транспортное средство пересекали? Нет, почему без документов. Я говорю, что документы, потому что жена вылезла в магазине. Прекрасно. Декларация у вас при пересекли границы с собой имеется? Да, да. Все уже там осталось. Я дозвониться хочу. Кого перевозят? А? Кого перевозят? Лучше, лучше. Одежда? Сейчас повисит риску. Одежда? Что у вас одежда какая-то? Вы куда-то переезжаете на постоянное место жительства? Да, да, да. Куда именно? В Апсковскую область. А есть какие-то документы подтверждающие? Вы, я так понимаю, гражданин какой страны? Ну, сейчас, на данный момент, пока Эстония. Пока Эстония. У вас есть документы подтверждающие, что вы перебираете на постоянное место жительства в России? Да, у меня там мама, папа. Документы есть при себе подтверждающие, что вы перемещаете? Пожалуйста, документы на транспортный средство. Документы есть при себе подтверждающие, что вы переезжаете в Россию на постоянное место жительства? Я? Да. Вы переезжаете? А вещи вы куда видите? В Апсковича пользуемся. Куда? Здесь промышленная площадка промзона. Здесь нет жилых домов, здесь вас никто в гости нет. Да, я тогда развернусь. Вы заблудились? Да. Вы себя адекватно чувствуете? Я знаю, абсолютно. Я вообще не понимаю. Давайте посмотрим, что у вас там. Давайте. А вы можете пояснить, что у вас за лишние? Одежда какая? Ну вот один, вот, вот, смотрите, видите, вот, немножко открыта, вот, одежда. Одежда чья? Ваша или детей, или взрослых? По размерам. Это через интернет. Приобретено, да? А вас просто попросил, наверное, кто-то? Нет. Личного? Личного, личного. Все, все личное. Ну, просто... Все ваше, да? Да. Если честно, я тамбутский внук. Из-под Тамбова. Есть? Нет, я о том, что этот п.у. Вещи или новые? Вещи бывшие в употреблении? Новые. Новые? Ну, наверное, где-то есть чеки из магазина приобретали, правильно? Ну, да. Ну, я вот в том, что таможен, вот, смотрите. Давайте посмотрим, во-вторых. Вот в том, что я покинул таможен. Нет, это топливо я заполнял. Это вакуалантный пункт. А это вот таможен, то, что пересек границу. Там написано, во сколько, чего. Сведения о товарах, транспортных средствах. То есть товаров вы не перевозили на таможне, я так понимаю, судя по декларации, что у вас здесь пусто. И здесь тоже. Вы их, наверное, где-то в России приобрели уже, вот эти вещи. Я исхожу из ваших. Подбирайте, что происхождение ваше, не ваше, не ваше вещи. Потому что здесь промзона, здесь никто не проживает, в гости ехать некому. Поэтому будьте любезны, принимайте меры, разворачивайтесь. Вставайте, сейчас подъедет экипаж. Мы вас сопроводим до дежурной части отдела полиции. Давайте в направлении, сейчас подъедет патрульную машину. Мы вас сопроводим до тюрьмой части ОМВЭТОГСЕРСКОГО района, 50-го Романова, в Москве. Заходим для откопения вашего груза, с учетом того, что декларация у вас пустая. Добрый день. Дорожки по сложной ситуации, Жангель и Романов. Вы делитесь на водительское перестреление, у вас пустая. Пожалуйста. Что у вас такое? Нет, нет. А вы откуда едете? А я это самое, в Кингисеппе, дорогу перепутал, в Кингисеппе, надо куда ехать. Правильно. Ну, как я говорю. Вот ваши земли, которые по вами, наверное, поехали, решили и запутали. А, ну вот я не знаю. Транспортное средство есть? Да, конечно. Доказываешь, что я идет? Конечно, доказываешь. Ну, как? Как? Нормально вообще? Вы хотите сказать, что вы шли просто по дороге, не были за рулем? Не было бы за рулем. Какой? Блин. Преправ у меня, блин, нет. Это адрес. Это, естественно, водить я, блин, не умею. Ну, как я, блин, ехал-то вообще. Чего вдруг? А сейчас у них есть подозрение, что... Да, что я, ну, подпитый, выпивший, остановили. Ну, говорят, вот, я, блин, ну, на чем я ехал. Ну, а так, если вы не ехали за рулем, то есть, ну, а сами выпивали сегодня? Блин, пивка, да, выпивал. Ну, по улице иду, ну, останавливают, но присядем, блин, машину. И предъявляют вам, что вы ехали... Да, 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 да. Ага. Что за рулем были? Что я, блин, на чем я там ехал. То есть, видимо, у сотрудников уже некого ловить, они берут прохожих за местоводителей. Вот, я, блин, подхожу, блин, к человеку, да, к сотруднику, блин, говорю, ну, почему, блин, блин, меня остановили, ну, ну, так и так, что, вот, приехали вы там за рулем, я говорю, я бы не ехал. Ну, блин, на каком, блин, основании вообще задержан, блин, не понимаю, блин, до сих пор. Бли, ты пройтись, блин, руководство, блин, полиции, обновите, блин, пожалуйста, блин, технику, ну, блин, в отделениях, это вообще жесть, ну, так, так, ну, блин, компьютер, ну, блин, завис, не могут, блин, пробить данные человека. Будете продувать прибор на месте, поедете в больницу или отказываетесь от прохожения пуска следствия? Я не отказываюсь, я говорю чисто сердечно, то, что я понимаю, и все. Что вы понимаете? Слушай, нет, а какую простую руку он сделал? Прямо здесь могу, даже без прибора, говорю, то, что я употреблял больный напиток. Сильнее дуйте. Все, идет анализ. На целые 875 мегра на литр. Все в порядке, счастливого пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова